Владимирская торпеда успешно, пусть и не без труда, преодолела очередной этап Кубка России. На стадии 1-128 финала черно-белые встречались с любительским клубом «Динамо» из Костромы. Счет в матче удалось открыть уже на седьмой минуте встречи. Дмитрий Лобанов без особого сопротивления со стороны защитников отправил мяч в сетку ворот после розыгрыша углового. Все последующие голы черно-белые также забили благодаря отличной игре на втором этаже. В концовке первого тайма после навеса в штрафную отличился Алексей Баев. Но уйти на перерыв без пропущенных мячей торпедовцам не удалось. На 45-й минуте встречи судья назначил пенальти ворота Филиппа Харина. В начале второго тайма владимирские футболисты пошли вперед и после очередного углового забили свой третий гол. «Динамо»цы смогли отыграть еще один мяч после точного удара со штрафного, но это не помешало торпеда уверенно довести игру до победы. Я попробовал сегодня и новые связки, да, и еще дал немножко раздохнуть некоторым ребятам. Кто-то совсем не играл, а кто-то играл не на полную, так скажем, да, не на полную. И доволен именно тем, что вот эти новые сочетания, да, новые связки и люди, то есть, если даже отдохнули, то они достаточно качественно отдохнули. А вот футбольный клуб «Муром» в нем ранее своих болельщиков порадовать не смог. На выезде команда Сергея Бойко встречалась с командой «Знамя труда». На протяжении всего матча черно-красные владели очевидным преимуществом, но забить свой первый гол смогли только во втором тайме. Хозяева отыгрались довольно быстро и перевели игру в дополнительное время. В итоге сильнейший определялся в серии послематчевых пенальти. К сожалению, точнее оказались футболисты из Орехова-Зуева 4-3. В 1-64 Кубка России по футболу Торпеда сыграет с принципиальным соперником – Ивановским Текстильщиком. Черно-белые вновь сыграют на выезде. Матч запланирован на 7 августа. Что касается «Мурома», то теперь их ждут матчи только в рамках первенства страны. Ближайшая встреча состоится 27 июля в Костроме против местного «Спартака». Дмитрий Киричков, «Губерния-33».